Нью-Йорк, 1968 год Я все еще был тогда в банде Рэмперс, меня еще никто не подцепил из мафии И мой друг Том Спиро подошел ко мне и сказал, что его дядя хочет поговорить со мной Я пошел и встретился с Шотти Спиро Мы пожали друг другу руки, он был тепл в своем приветствии Вообще, он бывший боец, нос у него до сих пор немного был сломан Выглядел как жесткий парень, с репутацией жесткого парня И он сказал мне, Сэмми, позволь мне сказать тебе кое-что Ты довольствуешься огромной репутацией для молодого парня Ты жесткий на кулаках, немного слишком жесткий В один день ты поднимешь руку на не того человека, и тебя убьют за это Потому что ты не подцеплен, ты не принадлежишь никому Потому что ты не подцеплен, ты не принадлежишь никому Я хочу сделать тебе предложение, пойти со мной Я никогда не ударю тебя в спину Я никогда не предам тебе Я никогда не солгу тебе И когда я попрошу тебя сделать что-то Ты должен знать, что я уже делал это И я могу даже пойти с тобой, когда ты будешь делать то или это Я совершенно понимал, о чем он говорил Я знал репутацию, которой обладает мафия И это было музыкой для моей ушей Слышишь, что кто-то не ударит спину или не обманет И он сказал, если ты начнешь действовать со мной, ты будешь принадлежать семье И у тебя будет поддержка Полная поддержка Мы научим тебя и натренируем тебя Мне нравилось, что я слышал Я пожал его руку Я понимал, что с того момента Я нахожусь в мафии Что я стал сообщником и подельником семьи Коламбо Семья Коломбо Бенсон Херст, Бруклин 1959 год Когда я был юн, в первой части своей жизни Я был дислектиком Я завалил в школе все, что можно было завалить Я был в неприятностях практически непрерывно Один раз меня поймали, когда я прогуливал школу со своими друзьями Меня вызывали в кабинет, где был надзиратель, директор школы Там были также учителя И этот директор начал размазывать нас Но не столько даже о том, что мы делали или я делал Он нюс пургу о наших семьях Называя нас итальяшками и прочее Это то, как к нам относились эти люди То, что нас называли грязными итальяшками, я слышал это неоднократно Но меня это не волновало Это была просто российская ремарка против итальянцев Мы сами время от времени использовали это слово между собой На меня это не производило какого-то особого эффекта Но меня задевало в этот момент, что они применяли это слово итальяшки по отношению к моей маме и моему папе Я встал и я говорю ему Бро, я сделал это Я прогулял школу Но мой отец и моя мама тяжело работают Каждый день Они хорошие люди Я сделал это Не касайтесь моей матери или отца Он продолжил говорить опять что-то учителям И как бы даже не услышал, что я сказал Видите, что представляют из себя эти грязные итальяшки? И я втащил ему со всей силой, которая у меня была И сломал ему челюсть Меня моментально выкинули из этой школы Шелло Джуниор Хай Скул Где я дважды оставлялся в четвертом классе Потом в седьмом классе Я был уже к тому моменту полным лузером, как ученик Они не знали, в чем моя проблема Они не знали, что это была слабая способность к обучению Но не то, чтобы я был дебил или что-то еще Они не знали, что делать с этим Тогда Бенсон Хэркс, Бруклин, 1969 год В первые дни моей ассоциации с мафией Это было почти как в фильме «Славные парни» Я начал ходить в их дома Мы жили вместе, ели вместе, веселились вместе Это было похоже на Рэмперс Но совершенно на другом уровне Я могу привести вам пример одной вещи, которая произошла Я тогда продолжал сохранять дружественные отношения со своими старыми друзьями И мы решили совершить ограбление банка Один из моих друзей рассказал о том, что охранник выходит из бронированного грузовика Заходит через заднюю дверь, большую металлическую дверь И он входит, забирает деньги из банка Потом идет обратно Идет обратно по коридору, по которому он вошел Выходит, помещает их деньги в бронированный грузовик И уезжает Или не знает, что он делает после этого И моего друга, там был свой кореш, который мог оставить дверь незакрытой Чуть приоткрытой Так я могу проникнуть на территорию банка В этот коридор Не в сам банк, где работают и обслуживаются люди Но в этот коридор бэк-офиса Обработать парня, когда он будет выходить по этому коридору И забрать деньги Я рассказал своим друзьям И мы все решили, что это надо сделать Я сказал своим друзьям, чтобы они следили за дверью Чтобы она не захлопнулась, когда я окажусь внутри И чтобы присматривали за моей спиной, так сказать Я войду в банк, через пару секунд, как охранник подойдет к выходу Я возьму его, и затем я выбегу Мы сделали это Я вошел Я подготовился в этом коридоре Он имел округлую форму У меня было место, где инкассатор мог не видеть меня Он не мог видеть меня, пока не сделает поворот по этому коридору Там я уже нападаю с вытащенным пистолетом И отбираю у него мешок Все шло просто идеально Я услышал звук замка, закрывающийся двери Внутренней двери Пистолет в моей руке, и я уже целился в направлении него Единственная вещь, которая слегка пошла наперекосяк Там был не один охранник, но их было трое Как только они увидели меня, они застыли Они рефлексивно бросили руки к своим пистолетам Моя пушка уже была вытащена, и я только крикнул им Если вы вытащите, я убью вас на месте Они застыли на момент Бросайте мешки сюда На самом деле, мне уже было плевать на эти мешки, поскольку я оказался в большой заднице Я понимал, что я не мог повернуться к ним спиной, чтобы побежать Они моментально достанут свои пушки и прикончат меня Они пнули мешки в мою сторону Я схватил один из мешков, может быть два, из одного я половину выронил Я был в очень нервозном состоянии, возможно, даже немного напуган Я понимал, что мне почти не по зубам выбраться из этой неожиданно сложившейся ситуации Я отхожу и отхожу назад Я сказал им ложиться Они опустились на свои колени Их руки были в стороне от оружия Я мог сделать движение И я сделал движение и выскользнул через внешнюю дверь Захлопнул ее со всей силы Я видел краем глаза перед тем, как дверь захлопнулась, что они уже начали делать движение к темным пистолетам Я крикнул своим друзьям Бегите! Бегите! Быстрей! Но я не могу Я чувствовал давление двери, которое они толкали Они пытались открыть эту металлическую дверь, наваливаясь на нее Я держал ее, упираясь ногами Я не могу сделать другое движение Я знал, что как только я отпущу эту дверь, она распахнется в момент, и я буду застрелен Я вообще ни хрена не понимал, что делать Это была 86-я улица На улице было много людей Я увидел небольшую группу людей, которая шла по улице Я подумал про себя Если я отпущу дверь И к черту эти деньги Рвану прямо через эту группу людей Может быть, когда они выбегут наружу Для них будет слишком много людей, и им будет страшно стрелять Мне кричат мои друзья, и я кричу им Чтобы они просто бежали отсюда Они убегали, но они оглядывались и останавливались, как будто не хотели оставлять меня И, наконец, я делаю движение Я освобождаю дверь Лечу прямо к толпе Слышу, как открывается дверь И я бегу через толпу людей Никаких выстрелов не происходит Бегу к углу улицы Делаю быстрый поворот И там оказывается парень, который кричит мне При этом я вообще не знаю, кто это такой Сэмми, сюда, в дом Давай, забегай, я прикрою тебя Я не знаю, что мне делать, кроме как послушать его Он знает мое имя Он не пытается меня остановить И я забегаю в этот двух-, трех-, четырехкомнатный семейный дом Мы бежим вверх по лестницам И он говорит, дай мне свою пушку Я уберу ее Я совершенно сбит с толку Я думаю, пытаюсь продумать свой путь, чтобы выйти из этой ситуации Я решил не отдавать ему свой пистолет Я вообще не понимаю, кто этот парень И также не понимаю, что здесь происходит Я не собираюсь отдавать ему пистолет Я не даю ему пистолет И он говорит, я спущусь вниз и проверю, что происходит Он называет одну из имен тех парней, с которыми мы все это пытались провернуть Я сейчас не помню его имени Я прикрою тебя здесь, бро Не волнуйся ни о чем Ты можешь спрятаться в моей квартире Он уходит Через несколько минут он возвращается Я думаю о том, куда спрятать пистолет в его доме Он говорит, здесь уже масса полиции Считаю, ничего страшного Наполовину все закончилось Полиция ходит повсюду, все об этом говорят Они не знают, что ты здесь Они не придут сюда Оставь мне пистолет и просто выйди и иди туда, где ты живешь Это не так далеко от этого банка Я могу дойти пешком до туда Я решил сделать это Но опять же я решил не оставлять пистолет Я не хотел отказываться от пистолета Я покинул дом И пошел к углу, где мы зависаем Мои друзья все Что случилось? И я рассказываю им, что случилось Я говорю, бро, я не мог отпустить дверь Я не мог утащить все эти мешки Потому что я наткнулся на троих парней Предполагалось, что будет один Это было бы легко Я бы просто прошелся по нему и отобрал у него оружие Но я не могу наброситься на трех человек И отобрать у них пистолеты В общем, это закончилось Проходит пару дней Я выхожу из буфета Я или они мол Я сажусь в машину Вдруг машину окружает 10-15 человек Все кричат, направив пистолеты в нашу сторону Не двигаться, не двигаться У меня такое ощущение, что меня сейчас могут убить Но этого не происходит Потому что они полицейские Я арестован За ограбление банка Охранник банка указал на мое изображение Из картотеки с фотографиями преступников Шорти звонит мне, когда меня выпустили И говорит Кармайна Персика хочет видеть тебя Прыгаю в машину И еду встречаться с Кармайна Персиком И он говорит У тебя есть ангел-хранитель, который присматривает за тобой Я сказал Да А что? Он сказал Человек, благодаря которому ты вышел, звали Макинтош А Макинтош был одним из его лучших стрелков Макинтош был также двоюродным братом охранника Который указал на твою фотографию в альбоме преступников Мы смогли позаботиться об этой ситуации Вау Это невероятно Это божественно Персика продолжает говорить, что он хочет 10 тысяч долларов за это И я дам ему 10 тысяч долларов за тебя И ты должен мне 10 тысяч долларов Я говорю Это здорово, Карма Я даже не знаю, как тебя отблагодарить Это потрясающе Он сказал Хорошо Пока ты не выплатишь мне всю эту сумму Ты будешь платить 3 очка То есть это означает 300 долларов в неделю Я сказал Карма Я пытался ограбить банк, потому что я на мели Я хочу сказать, что я не знаю, смогу ли я выплачивать 300 долларов в неделю Он пускается в тираду Он в бешенстве Ты вообще, блядь, кто такой? Тебе только что светило от 7 до 15 лет до ограбления банка Я сделал контакт с Макинтошем Я выложил 10 тысяч И ты не можешь мне платить 300 долларов? То ты думаешь, что ты такой, что ты себе возомнил? Деньги не спускаются от меня к тебе Они поднимаются от тебя ко мне Я говорю, Карма, пожалуйста, не горячись Я совершил ошибку Ты прав на тысячу процентов Я приношу извинения Я не имел в виду, что я не собираюсь платить Я имел в виду, что это будет сложно Но деньги будут у тебя каждую неделю Я еще раз приношу извинения Я выучил хороший урок для себя Я узнал, что мафия имеет огромные связи Если бы не они, я бы получил срок от 7 до 15 лет в тюрьме Он не только знал этого охранника через Макинтоша Он еще выложил деньги Дал мне адвоката И я жалуюсь, что мне тяжело будет платить Я никогда больше не сделаю такой ошибки До тех пор, пока я живу в Казаностре Или любой жизни Он заслуживал полное уважение А не чтобы ему какой-то молодой дурак рассказывал, что он не может платить Что он намерен Что это вообще за дерьмо Я выучил для себя этот урок Казаностры с большим количеством последствий Власть, которую они имели Контакты, которые у них были И я был частью этого Это не банда Это не клуб Это секретное сообщество Это братство Которое не играет в игры Ты косячишь Они забирают твою жизнь Ты делаешь все правильно Ты получаешь уважение Любовь Любовь Преданность КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok